Сегодня ночью и в среду днём на побережье ожидаются сильные ливни. Усилится ветер. Его порывы могут достигать 26 метров в секунду, что не исключает повреждения кровли зданий и падения аварийных деревьев. Возможен подъём уровней рек и сход с селий. Глава курорта решением комиссии по чрезвычайным ситуациям перевёл на усиленный режим работы все городские службы. В случае включения сирен в экстренном режиме необходимо будет всем подготовить свои имущества, вещи, документы и при подъёме воды выйти на возвышенные, выходить на возвышенные участки, это в принципе в сельских округах определены эти места, и быть в готовности к эвакуации. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить с мобильного 010 либо 112. Все аварийные бригады будут на круглосуточном дежурстве. Обсудили на планёрке и другие не менее актуальные для Сочи вопросы. Продолжается работа по переселению людей из ветхого жилья. С 2012 года в новые квартиры по этой программе въехали 946 сочинцев. Вот старый дом на улице Инжирной. Здесь семья поселилась в 1951 году. А в 2016 дом, естественно, был признан аварийным. Новое жильё предложили на улице Виноградной. Сейчас многоэтажка достраивается. Люди должны заселиться в этом году. И в декабре месяц, сентябрь уже у нас заканчивается. Если мы видим, ну пока, скажем, по тем фотографиям, которые есть, мы говорим о том, что там, ну, готовность 90%, правильно? А 10% это самое тяжёлое. И мы же знаем, все эти, газ, вот сейчас по воде. До конца года сюда вселится 385 человек. Это жильцы из 12 ветхих строений. Согласно региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного живого фонда, жители получат квартиры, как говорится, метр в метр. Анатолий Пахомов потребовал от своих подчинённых работать качественно и стабильно. Есть нарекания к департаменту дизайна и городской среды. Всё есть в городе, говорит глава, а всё равно чувствуется какая-то неухоженность, нет лоска. Поэтому власти ждут новые идеи. Не обошли и тему выборов. Мэр поблагодарил всех избирателей за политическую активность и тех, кто был задействован в их организации проведения. Лучше всех показали себя Хосинский район и Лазаревский. Глава города отметил, что люди доверяют властям, а значит кредит доверия надо оправдывать и выполнять предвыборные обещания. Мы школу построили, мы детских дошкольных учреждений построили. Ну, как бы, это, наверное, как должное. А вот то, что малые дела, вот это важнее всего. Их надо продолжить. Тем более мы ничего не закончили, ну и не могли закончить всё по малым делам. Особенно это дороги. Речь зашла на планёрке и о предстоящем дне города, который отмечается 21 ноября. Готовиться нужно уже сейчас. Горожанам предлагают поучаствовать в различных конкурсах. Будь то конкурс на лучшую песню о Сочи или конкурс на самый благоустроенный двор. Именно на празднике всех горожан станет известно, кто получит звание почётного гражданина города Сочи. Уже известные первые претенденты. Это сочинка, олимпийская чемпионка, теннисистка Елена Веснина, которой, кстати, за спортивные заслуги предприниматель от имени всех сочинцев подарил квартиру. И автор и ведущий популярной телепередачи КВН Александр Масляков на протяжении 10 лет проводящий шоу в Сочи и тем самым рекламирующий курорт на федеральном уровне. Хорошую новость сегодня сообщил и первый заместитель главы города Анатолий Рыков. Два месяца в центре Москвы будут в качестве социальной рекламы размещены билборды с изображением курортного Сочи. Елена Всецина, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.